Зубовополянские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в угоне автомобиля. По предварительным данным, преступление было совершено несколько дней назад в Пензенской области. Там, в одном из развлекательных заведений, находился 24-летний потерпевший. Глубокой ночью к нему подошел подозреваемый и попросил довезти до Зубовополянского района. Парень согласился и по пути следований заехал на заправку. Как только он вышел из салона, подозреваемый, сидящий на пассажирском сидении, пересел на место водителя и уехал в неизвестном направлении. Осознав, что совершил противоправное деяние, он оставил автомобиль в селе Аким-Сергеевка, вызвал такси и уехал домой. Потерпевший был вынужден обратиться в полицию. Правоохранительными органами автомобиль был обнаружен в техническом исправном состоянии. Подозреваемый задержан по месту жительства. В Мордовии возбуждено еще одно уголовное дело по подозрению в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. И снова звучат известные фамилии. На этот раз в указанных преступлениях подозревается глава администрации Атюревского муниципального района Иван Гусаров. Мужчине вменяют сразу три статьи, в том числе воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. По данным следствия, в 2015-2016 годы глава района обратил вверенное ему муниципальное имущество два земельных участка в пользу местного жителя, с которым имеет родственные связи по заниженной стоимости. В результате бюджету района был причинен материальный ущерб на сумму более 600 тысяч рублей. Кроме того, в 2018 году подозреваемый своим постановлением перенес расположение еженедельной ярмарки земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на проданное ранее родственнику земельной участки. При этом запроводимое ярмарочное мероприятие взималось арендная плата. Кроме того, следствие считает, что подозреваемый дал указание подчиненному на незаконную установку восьми бетонных блоков возле здания торгового центра, чем воспрепятствовало законной предпринимательской деятельности. Таким образом, был заблокирован проезд транспортных средств с товаром и продуктами питания к торговому центру, что способствовало снижению товарооборота и спроса на реализуемые товары. В настоящее время следовательными следственного комитета совместно с оперативными сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности проводятся обыски одновременно по нескольким адресам. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сборы, закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается. В 13 апреля сотрудник уголовного розыска отделения полиции на 13 МВД России Лямберский в результате поисковых мероприятий обнаружили тело без вести пропавшего местного жителя, который 2 января текущего года ушел из дома в селе Качкурово. Погибшего мужчину без внешних признаков насильственной смерти обнаружили во враге возле реки Пырма в селе Качкурово. Напомню, Виталий Тулаев числился без вести пропавшим несколько месяцев. Начиная с января его искали родственники, знакомые, волонтеры и полицейские. Были отработаны все возможные пути движения пропавшего. Однако длительное время поиски результатов не приносили, и вот спустя три месяца тело Тулаева было обнаружено. Сейчас специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств исчезновения и гибели мужчины. В Мордовии прошел рейд нетрезвый водитель, в ходе которого дорожные инспекторы выявили полтора десятка автолюбителей, севших за руль в состоянии опьянения. Могу пили? Банку пива. Два часа тортамажа. Банку. А, баночку. Банку или баночку? Баночку, пиво. 0,5? 0,5. А, ну, я думал, побольше. И управлял, да? Да. Ехал в Зубово, да? А куда ехали? Да, и Зубово или Аггумен? Да, мой ехал. За два дня оперативно-профилактической акции сотрудники ведомства задержали 16 таких любителей выпить и проехаться. А в Зубово-Полянском районе инспекторы ДПС отстранили от управления транспортным средством водителя, который уже неоднократно привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. Автомобиль нарушителя был задержан и помещен на штрафстоянку, а на самого водителя был составлен административный материал. Напомню, что за управление транспортом в нетрезвом виде предусмотрен не только штраф в размере 30 тысяч рублей, но и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, лишиться прав бессрочно можно за повторное аналогичное правонарушение. 37-летняя жительница Саранска купила дом на материнский капитал, за что получила уголовную статью. Все дело в том, что горожанка приобрела недвижимость в одном из районов республики, указав в договоре займа и купли-продажи завышенную цену. Разница составила несколько сотен тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемой предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат, совершенной в крупном размере. Преступная деятельность фигурантки была пресечена сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности по Мордовии. Совершенными противоправными деяниями отделения Пенсионного фонда России по республике Мордовия был причинен ущерб в крупном размере на сумму 390 тысяч 600 рублей. Свою вину в совершенном преступлении женщина не отрицала. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова